И всем привет, ребят! С вами Старваньки, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен изменениям и обновлениям, которые уже выйдут у нас завтра в игре. Сегодня четверка, это значит, что уже завтра у нас есть полноценные изменения, у нас есть полноценный ивентовый движняк. Ультра уикенд в танках с пятницы по воскресенье, всё как всегда. Да, и я бы, наверное, не стал бы записывать данный видеоролик, если бы не заметил здесь пару-тройку моментов, которых я бы хотел бы чуть больше рассмотреть, чуть больше рассказать и высказать вам всё, что я вижу на данный период времени. И начну я именно с списка обновлений. Обновлений немного, но здесь есть то, чего не было, например, в предыдущий раз. У нас есть нерв-хоппера. И если кто-то, прочитав сообщение, в котором написано, теперь этот танк, если был уничтожен в момент активации овердрайва, его заряд не будет восстановлен и думает, что это ерунда, то я вам могу сказать, что это та самая вещь, которая начнёт... Хотя, ну, в принципе, он уже был начат, нерв-хоппера, но начнёт нервить хоппер намного жёстче, намного жёстче. И этот корпус не будет столь имбовым в своих прыжках, не будет столь надоедливым на постоянной основе. При том, в раскладе, то, что если вы, например, там, имеете 100% овердрайв, видите, что у вас 0 хп, нажимаете специально овердрайв, стопите противник за счёт того, что вас быстро убивают и вы не падаете вниз, ваш процент овердрайва там, ну, теряется на процентов 10-15, ну, максимум 20, да. Соответственно, вы рискуетесь, проходит пару секунд, и у вас овердрайв опять целый. То есть, вы ничего не теряете, зато прожимаете овердрайв, где-то стопите противника, где-то их напрягаете и выигрываете время для себя. Либо же, например, берёте мяч, хотите доставить в регби, да, выпрыгиваете, вас кто-то сливает, опять овердрайв у вас сохраняется. Теперь же, при любом прожатии овердрайва, в любой из тех ситуаций, в которых раньше у вас он бы сохранялся, и был бы какой-то процент, и он был бы большой, сохранённый, если вы, например, прожали овердрайв и не упали максимум вниз, то теперь этот овердрайв будет, как только вы нажали, сразу равен нулю. Как это было у нас и есть свикинг, например. Да, то есть, там буквально какая-то секунда, и всё. И то же самое, если не ошибаюсь, было у нас, например, с условным, с условным аресом, но сейчас изменения уже произошли, и он стал чуть-чуть лучше. Поэтому, друзья, я вам могу сказать, что завтрашнего дня происходит нерв хоппера, и все те ребята, которые до сих пор не прикупили этот корпус, и всё ещё сидят и раздумывают, стоит ли его брать. Я бы вам сказал бы, что лучше пока что не торопитесь, не берите, надо будет завтра потестить, посмотреть. Но это очередной нерв, только этот нерв уже более яркий, и его больше будет видно. И, возможно, с таким нервом уже хопперов начнёт становиться всё меньше. Разработчики думают, как занерфить корпус, но, возможно, ещё он не так жёстко занерфится, как, например, хорёк, но всё равно это уже существенные ухудшения корпуса, и теперь они будут всё ярче и ярче видны. Дальше, что касаемо Крусейдера, то его апают. Сосулька, которая заряжалась 1,3 секунды, теперь будет заряжаться 0,7 секунды, когда вы нажимаете Shift, до момента её выпуска. Но я бы сказал бы, что Крусейдеру надо ещё и скорость самой сосульки ускорять, исходя из того, что я вот сегодня, например, записывал видеоролик на этом замечательном корпусе, и вам скажу, что, ну, такая вся, конечно, сосуля, она не совсем грамотная и качественно она работает, поэтому я думаю, что эту скорость ещё будет улучшать, дополнять, дабы этот корпус был в балансе, и на нём всё больше и больше хотелось играть. Поправлены внешние виды там кнопок, изменения какие-то ещё, дизайны, поменялись ошибки какие-то, убрали, но это уже не всё. Самое главное, самое главное это хоппер. И если бы я бы не прочитал бы такого сообщения, наверное, я бы и не стал бы записывать этот видос, поэтому, друзья, мне бы хотелось, чтобы вы отписали, интересен ли вам тест этого хоппера. Если да, то уже завтра, я думаю, что можно будет полноценно на данный корпус посмотреть, но овердрайвов у вас станет, может быть, в 2, может, даже в 3 раза меньше, чем у вас было сейчас в каждом бою. Потому что очень часто происходит такая ситуация, то, что вы прожимаете овердрайв, вас уничтожают и овердрайв у вас сохраняется почти полным облением. Теперь же такой возможности не будет. Ну и что касаемо ультравикенда, то у нас, как обещал Орех в одном из предыдущих видеоблогов, будет специальный режим, демочка, без дополнительных увеличенных золотых ящиков. Исходя из того, что я здесь прочитал, голдов здесь не написано, соответственно, голдов не будет. Будет просто обычная демка для всех тех любителей, которые постоянно говорили о том, что, блин, хочу дем, хочу поиграть дем, вот, вам делаю демочку, играйте на здоровье, плюс повышенные фонды опыт. Зарабатывайте кристаллы, формите полигоны, ран, мосты, очень хорошие карты по дему, по подбору, нету никаких условных там сербуховых, которые мне особо не нравились. Полигон, вообще шикарные карты, иран, бомба, просто кайф, мосты, так же самое, шикарная карта. То есть все три карты для меня полноценно интересные, голдов нету, соответственно, вы можете просто с кайфом фармить киллы, разваливать дешевые кабины и зарабатывать кристаллы. В этом плане для всех любителей дем, я думаю, что это очень даже интересный момент. Есть ультраконтейнеры, есть коинбокс, опять все появляется, двойные фонды и опыт, как я уже сказал, есть. Ну и особые миссии, единственное, я так понимаю, что нет никаких скидок. На ультра уикенд вроде как у нас скидочки были, но, как видите, например, сейчас скидок не будет. Есть миссии, как всегда, все по дефолтику. Ну, я думаю, что даже, в принципе, озвучивать не стоит. Тут все, как всегда, заработать кристаллы, очки, уничтожить танки, собрать двойный урон. Единственное, премку не дают, а вот могли бы премочку дать, могли бы дать премочку. Это было бы очень даже круто. Если бы была бы халявная премка, то здесь, как всегда, 7 ультраконтов можно формануть. Плюс, ко всему прочему, с осколков еще 7,5 контейнеров. То есть, 7 ультраконтов, 7,5 еще дополнительно контейнеров. То есть, в сумме, в принципе, выходит довольно-таки неплохо. Как буст, как, ну, дефолт, да. То есть, ну, я уже, как бы, не придаю особо большого значения таким моментам. Демка, да, круто. Фанды, да, хорошо, отлично. Можно подзаработать, поформить. Ну, задание, это чисто как дополнение того, чтобы получить еще какие-то дополнительные бонусы. Ну, а самое главное, это, конечно же, хопер. Будем следить, будем смотреть. Мне, ну, наверное, не особо хотелось бы, чтобы этот корпус так жестко занерфили, как хорек. Я все-таки заинтересован, наверное, в игре на этом корпусе в последнее время. И мне бы хотелось, чтобы он еще, пока что, пока он мне не надоел, находился в балансе. В хорошем, в добром, в котором было бы с кайфом играть на этом корпусе. И можно было бы себе комфортно чувствовать. Но то, что завтра уже происходит этот нерв, посмотрим, как будет работать. Я уверен, что это будет ощущаться. Насколько сильно, не знаю. Но сегодня стоит еще покатать больше на этом корпусе. Поэтому, все любители, советую вам сегодня вдоволь покататься. Ну, а все те ребята, как я уже сказал, которые еще до сих пор не купили и сидели, думали, стоит ли брать этот хопер. Если вы уже сегодня задумаетесь, посидите лучше, пождите, посмотрите там видосы какие-то условные, которые, например, завтра выйдут, еще что-то. Посмотрите стримы, как играют ребята на хопере. Поинтересуйтесь, либо вообще просто в катках покатайте, посмотрите, что делает хопер. Я думаю, что изменения будут существенные. У меня, друзья, на этом все. Спасибо за просмотр. Прожимайте лайк, если нравятся такие врывы информативные. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ожидаем завтрашних релизов обновлений. Ну и всем желаю довольно грамотно и красиво попармить на ультравикенде. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Продолжение следует...